Всем привет! Наверное, все уже знают, что совсем недавно компания Xiaomi представила новый тонкий и легкий смартфон под названием Xiaomi Siri. Самой главной фишкой гаджета является внешний вид, а также отличный экран. Экран получил нижнюю рамку шириной всего 2,55 мм. Это самый узкий подбородок среди всех смартфонов компании Xiaomi. Экран поддерживает 10-битную глубину цвета и может отображать почти 1 миллиард цветовых оттенков. Он также поддерживает расширенный динамический диапазон HDR10 Plus и Dolby Vision. Ну да, неплохо, скажете вы, но есть еще один козырь в рукаве у данной компании. Дело в том, что компания Xiaomi решила на этом не останавливаться и в скором времени выпустит новый смартфон с экраном высокого разрешения. А имя ему Xiaomi CC11 Pro. Также стоит отметить, что на данный момент известны практически все технические характеристики смартфона. Основные фишки его это OLED-экран на 6,55 дюймов разрешением 3840 на 2160 пикселей. 8-ядерная однокристальная система с тактовой частотой 2,4 ГГц, аккумулятор емкостью 4400 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Основная камера на 64 Мп, а также 16 ГБ оперативной и 512 ГБ своей флеш-памяти. И многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Как вы уже знаете, в сети далеко не первый раз появляется информация о долгожданном смартфоне Xiaomi CC11 Pro. Но теперь стало известно о его регистрации регулятором ТЭНа. А это нам говорит о том, что презентацию ждать осталось недолго. В китайском сертификационном центре девайс зарегистрирован под номером модели 2109-119BC. И это нам указывает на то, что это именно смартфон Xiaomi CC11 Pro. Однозначно он будет очень востребованным среди многочисленных геймеров. Так как характеристики удивляют. Смартфон Xiaomi CC11 Pro получил OLED-экран на 6,55 дюймов с разрешением 3840х2160 пикселей. Напоминаю, суть технологии состоит в том, что каждый пиксель-дисплей представляет собой отдельный источник света. Большой размер пикселей позволяет получить гораздо более высокое разрешение, плотность пикселей и, следовательно, качество изображения. Насыщенные цвета и энергосбережения, а также идеальный черный цвет – это основные преимущества OLED-матрицы. Напоминаю, такое же разрешение и соотношение сторон, как у смартфона, имеют современные 4К-телевизоры, что удивляет. Также упоминается аккумулятор емкостью 4400 мАч. Будет ли достаточно аккумулятора для такого экрана с высоким разрешением, остается только догадываться. На мой взгляд, все будет очень печально. Но не стоит забывать, что гаджет поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт, что является большим плюсом. Xiaomi CC11 Pro работает на восьмиядерной однокристальной системе с тактовой частотой 2,4 ГГц. По предварительным данным, мобильная платформа будет от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 778G. Она получила процессорные ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц, а также Adreno 642L, который обеспечивает поддержку Vulkan 1.1, OpenGL 3S31, OpenCL 2.0. Платформа оснащена процессором обработки Hexagon 770. Для максимальной игровой производительности процессор оснащен технологией Snapdragon Elite Gaming, а также получил тройной 14-битный процессор обработки изображения Spectra 570. Мобильная платформа поддерживает 10-битную съемку фотографий, а также автофокусировку на основе искусственного интеллекта. Многокадровое шумоподавление, замедленную видеосъемку при разрешении 720p с частотой 240 кадров в секунду HDR10 и HDR10+. Однокристальная система оснащена модемом Snapdragon X53 5G. Объем оперативной памяти может составлять 6, 8, 12 и 16 ГБ, а емкость флеш-памяти будет равна 64, 128, 256 и 512 ГБ. Телефон будет доступен в красном, оранжевом, желтом, зеленом, голубом, синим, фиолетовом, черном, белом и розовом цветовых вариантах. На любой вкус. В основной камере установлен главный датчик изображения разрешением 64 Мп и два дополнительных сенсора разрешением по 8 Мп со сверхширокоугольным и телефотообъективами. Последний позволяет делать фото с пятикратным оптическим зумом. В описании также указан сканер отпечатков пальцев в экране. Фронтальная камера будет установлена на 32 Мп. Гаджеты работают под управлением Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5. А это нам дает новый интерфейс стартовой страницы, открытых приложений и уведомлений, новый интерфейс при зажатии кнопки питания, кнопок регулировки громкости и настроек камеры. Имеется улучшенная анимация при запуске приложений и открытии папок. А также появился новый режим, в котором телефон подключается к монитору и работает как компьютер. Как у компании Samsung, как вы знаете. А также мы имеем примерное местоположение пользователя для конфиденциальности и безопасности. Размеры телефона почти идентичны размерам Xiaomi Civi. И составляя 158 на 71 на 6 на 98 мм. Он весит довольно легко для своего размера. Всего 166 граммов. Ну что же, ребята, компания Xiaomi с каждым годом удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. И мы получаем все чаще и чаще смартфоны, а также другую технику. Как вы знаете, сейчас компания Xiaomi занимает первые места даже в рейтинге DXOMark. Это такой знаменитый рейтинг, где сравнивают всевозможные камеры и так далее. Так вот, там компания Xiaomi показывает первые места, что является большим плюсом. Ну что же, а на мой взгляд, Xiaomi CC11 Pro действительно заслуживает внимания. Да, сейчас не встретишь такого смартфона, у которого был бы такой экран. Я имею ввиду разрешение экрана. Потому что множество-множество производителей уже кинули это дело и выпускают просто экраны с разрешением Full HD+. И этого, если честно, достаточно. Но компания Xiaomi решила в CC11 Pro поставить топовый экран. Кстати, есть предположение, что это точно такой же экран, как и у Sony 1 Mark III, что является большим плюсом. Как вы знаете, там тоже очень крутой экран, который заслуживает внимания. Самое главное, что тут установлен аккумулятор всего лишь на 4400 мАч. Но есть поддержка, конечно же, быстрой зарядки на 55 Вт. Для такого бешеного разрешения данный аккумулятор не совсем подходит. Потому что, как вы знаете, он жрет экран просто бешено батареей. И вам придется заряжать смартфон на плюс и минус раз в 3 часа. Если вы будете использовать его, например, в тяжелых играх. Но надеюсь, что мы получим функцию, где мы можем выставить Full HD, 2K и так далее. Разрешение сами. Чтобы избежать вот этого жора. Вот и все. Ждем Xiaomi CC11 Pro. Кому понравилось видео, ставь лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо. Всем пока.